Книга «Открытым окон», тема «Обращение ко Христу», седьмой тонн, вопрос 1863. «Если бы к вам сегодня пришли местные батюшки и попросили дать им образец для подражания святому, то какое житие могло бы им послужить наилучшим примером?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Это проще всего. Идите к житиям первого века. Или вот, частично от жития можно взять. Но и мы и этого будет достаточно». Вторая Фессла и Никитцам, 3 глава, 9 стих. «Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам». Житие. Автоном. 12 сентября. По Божью произволению остановился в одном селении, называемом Сариоз. Здесь святой автоном принят был некоторым странолюбцем Корнилием. И у него он прожил довольно долгое время. И, проповедуя Христа, обратил многих эллинов к христианской вере. И немало приобрел он здесь душ Богу, ибо множество народу собиралось в дом Корнилия слушать учения святого автонома. Он же, подобно апостолам, проповедовал слово Божье с верзновением. Ибо в ней действовал тот же Дух Святой, который некогда в огненных языках сошел на святых апостолов. Посредством проповеди автонома Дух Святой возжигал сердца человеческие к любви Божьей и благочестию. Так что слушающие его учения умилялись и охотно воспринимали проповедь его, прося у него святого крещения. И в той местности он так много людей привел ко святой вере, что дом Корнилия уже не мог вмещать всего собрания верующих. Тогда святой автоном выстроил христианам церковь во имя воеводы небесных сил святого архистратига Михаила, вручая под его защиту всех новопросвещенных им. Сам же, приосветив Корнилия в дьякона и поручив ему словесное стадо Христова, пошел ликоадоним и Исаврию. Желаю и там быть проповедником благочестия. Подтрудивший всех странах в деле проповедания Слова Божия довольно долгое время, святой автоном снова обратился к Корнилию, ему хотелось посетить приобретенные им стадо Христова. Он поставил Корнилия пресвитером и вместе с ним стал служить спасению рода человеческого. Тогда идолопоклонники стали отыскивать из святого автонома, как самого известного из христиан. Но святитель, желающая еще более народу привести от тьмы, лесовской к свету, по зданию истинного Бога, не предал себя в руки мучителей. Храня себя для блага церкви, святой автоном отпыл в Хлавдиополь, находившийся на берегу моря Эксинского, где иссеял себя на Слово Божие. Кои, падая на добрую почву сердец человеческих, вскоре по благодати Божией принесли многие духовные плоды. Устроив здесь, как должное все относящееся ко благочестию, и наставив верующих на путь спасения, святой автоном опять возвратился всерьез. Увидав, что число верующих здесь еще более множилось, святой поставил Корнилия епископом, а сам отправился в Осийскую страну, где стал искоренять тернии безбожие и распространять святую веру в единого Бога. И здесь, по благодати Божией, он многих избавил от заблуждения и вечной погибели, разрушая проповедью идольские жертвенники и созидая в сердцах человеческих духовный храм, Духу Святому. Вскоре святой автоном снова посетил Корнилия и поручен ему паству. Увидев, что все поучаются здесь закону Божию и преуспевают в добродетелях, автоном был утешен с ним и благодарил Бога, что труды его были не напрасны, и что его духовные чадо, в коих он породил благослованием, умножились. Близ города Сревоз находилось одно селение по имени Линна. Жители сего города были еще омрачены темой идолослужения. И вот, отправившись к ним, святой автоном знал проповедовать им Христа и, обратив здесь многих христианство, научил их тайным святой веры, просветил крещение и через ту присоединил их к избранному стаду Христову. Субтитры создавал DimaTorzok